Добрый день, уважаемые коллеги. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Сегодня у нас интересная тема. Это развитие эмоциональной отзывчивости у детей на уроках класса эстрадного пения. Что же такое эмоциональная отзывчивость или артистичность? Это высокое творческое мастерство. Артистичность в вокале – это умение выразить свои эмоции, образ, передать настроение в вокальном произведении согласно его сюжету, используя при этом голос, менику, пантоминку и жесты. Ведь песня, по сути дела, это маленький сюжетный спектакль. И пусть его играют еще маленькие детки, но они уже, по сути дела, артисты. Исполнить песню, интенсивно чисто, с образительным текстом, при этом запомнить последовательность всех движений. Испомнить это, конечно, естественно, непринужденно, при этом правильно работать с микрофоном, потому что это эстрадный вокал. Это достаточно большая и трудная задача для каждого ребенка. И очень часто дети бывают зацикливаются на исполнении чисто, допустим, интонации или дикции и теряют, выходят просто с таким вот каменным лицом и теряют вот эту выразительность. Своё отношение не показывают ни к песне, ни к песне, которую они исполняют. И, соответственно, это выглядит не так интересно. А лицо исполнителя должно всегда работать. Он нужно всегда работать и гармонировать с исполняемым произведением. Поэтому, наряду с решением вокальных задач, с которыми мы сталкиваемся и работаем на каждом уроке, также есть задача – это развитие артистичности детей, свободы исполнения и поведения его на сцене. Ну, для этого используются различные приемы, упражнения, которые мы проводим на занятиях. Сегодня некоторые мы покажем. И сегодня у нас открытое занятие, на котором мы продемонстрируем свои творческие, вокальные, исполнительские таланты и покажем навыки. Все шаг. Вот мы учимся правильно петь на каждом уроке. А что еще нужно, чтобы твоё выступление было интересным, вот чтобы, извините, артистично, да, эмоционально, да, вот. Для этого нужны навыки сценического мастерства, да. А что такое навыки сценического мастерства? Ну, во-первых, это постановка речи, да, то есть так, как мы работаем на дитте, как мы умеем все это красиво петь, рассказывать, говорят, что хорошо рассказываем наполовину спетое. Вот. Умение перевоплощаться, менять образы, да, разное настроение, вот. А также мы, что? Учимся двигаться. У нас еще есть такие уроки, кроме вокала. Хореография, да, где мы стараемся движениями, да, помогать себе что-то изобразить, да, чтобы это нам что-то было интереснее, да, вот. Ну, что у нас обычно в начале каждого урока происходит? С чего мы начинаем? Учимся урока, да. С дыхательной гимнастики. Почему? Потому что у нас что-то? Искусство времени есть искусство дыхания, да. Ну, мы с тобой уже умеем дышать, сейчас просто небольшие упражнения для того, чтобы привести наше дыхание вокально в порядок, да. Согреваем наши голосовые связки, отдыхаем голосом, да, сжимаем кулачки, и потом через рот выдыхаем, при этом горячий воздух проходит через голосовые связки и согревает. Пошли. Легче старайся не поднимать. Вот. Хорошо. Почувствовала, да, горячий воздух? Так. Хорошо. Потом, что мы еще помнишь делали? Обнимашки, да? Обнимашки, да? Сами внимали воздух пропускали, да, пошли. И... Хорошо. Так. Потом еще какое у нас было интересное упражнение? Шарик. Шарик. Воздушный шарик, да? То есть мы набирали звук, да? Потом после того, как мы уберем дыхание, что еще важно? В момент задержки, да? Потому что без задержки у нас будет пение на спущенном колесе. И мы плавно на звук З напускали себя вон, да? Как маленькая дырочка в шарике. Для чего нам это нужно? Чтобы при пении у нас звук выходил, да, равномерно, без толчков. Пошли. И... Закончили. А, хорошо. Ну и последнее упражнение, которое мы очень любим, да, стараемся его что? Еще лучше сделать, да? Почему? Потому что количество счетов у нас должно увеличиваться, да? На четыре счета. Помнишь? Четыре породки, четыре длины. Пошли. И... Раз, два, три, по восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, 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 четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, семь, десять, десять, одиннадцать, двенадцать, двенадцать, четырнадцать, пятнадцать. Почти получилось. Вообще в идеале бы перевести друг, что должно проходить. Так, хорошо. Хорошо. Теперь мы что должны сделать? Проспеться, правильно, пойдем, как вставать, видно, так, ну кабелька, по активу идем, а еще, а еще можно получить, вот, молодец, хорошо. Хорошо. Согнутаем голоса в связке, спели полную, слышали ноту. Хорошо. 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 Теперь мы расскажем на ретанах. И, я, 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 и, я, 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 я И висок, и висок, и висок, и висок. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Да. А это что за смой? Злой. Злой. Ну-ка. Ну-ка. Вот. Хорошо. А это как-то немножко. Искок. Да. Ну-ка изобразим искок. А мне кажется, ты не так очень хорошо искок изображаешь. А еще как у нас? Вот так. Ну-ка давай. Глаза. Да? Ты больше похожа, вот сейчас ты делаешь больше что? Больше у тебя смайлик на вот этот похож, да? Удивление. О-о-о. Да? Вот это да. Как это у нас интересно, да? А это что смайлик выражаешь? Какое настроение? Ну вообще хохор тут смеет, да? Злой. Ну-ка. Давай. Как ты смеешься? Покажи. Да ты думаешь, что так. А еще и веселее. Ты сплошь смеет хохор. Хе-хе-хе-хе-хе. А теперь смотри, что будет у нас. Тоже интересный смайлик. Тоже интересный. Покажи. Да. Задорный, да? Вы шутливый, да? Да, сказала настроение? Ну-ка. А так. Да? Ну-ка давайте-ка по... Ошкодим. Хе-хе-хе. Что-нибудь сделаем, да? Вот совсем... Плачущий. Да. Совсем грустный-грустный. Печальный, да? Да, настроение. Ну и последнее, смотрите, у нас... Ну такое более-менее спокойное состояние. Правильно? А что мы еще с тобой делали? Мы с тобой стихотворение рассказывали с разной интонацией. Да? Какое у нас стихотворение было? Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Вот доска качается, сейчас я упаду. Хорошо. Давай расскажем раз. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Вот доска качается, сейчас я упаду. Вот радость это сколько, да? Упал. Погрустно давай. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Вот доска качается, сейчас я упаду. А еще можно грустнее. А ну-ка давай мы сейчас с тобой попробуем это слово сказать. Слово. Идет бычок, качается, вздыхает на ходу. Вот доска качается, сейчас я упаду. А последнее давай возьмем. Идет бычок, выходит на сцену. Выходит на сцену злой клоун. Ну как он на злой клоун выходит? Вот, сердитый такой, да? Хорошо. Выходит на сцену хитрый клоун. Да, такой хитрый, хитрый. Сейчас он такого сделает, да? Веселый клоун, радостный. Хорошо. Грустно. Обидно любит. Вот, а не только лицо у нас уже на движение выражает. Хорошо. Ну а теперь давай с тобой наше произведение исполним. Как раз тоже поработает. У нас произведение по базе гора Гермолова называется «Тибрюна». О чем вот эта песня? Какая она выхватила? Грустная. Грустная, даже где-то жалованная, да? Вот. Но песня такая интересная. Это такой маленький мини-спектакль. Там много куплеток, да? И каждый куплет вносит какие-то свои нотки, да, музыкальные, да? Ну давай мы сейчас все покажем, да? А потом помогает. Видите, Грюшка? Да. На каком смысле, чтобы включить изумие, да? Так. Да. Не отвлекайся. Я послужу. Маленький тигренок с круглыми глазами Смотрит он куда-то и грустит о маме. Смотрит несмышленный голубые талии, Что ж не попрощаться с мамами не дали. Одному на свете дождь и приема Не даже без мамы думает тигренок. Пригла с ней тигренка Глазинка поймана Спи, малыш мой милый Самый-самый-самый Отпустите, люди, В лес одну спи-грошку Сам найдет он к маме Бедную дорожку Пусть на самом деле Гладит его мама Спи, малыш мой милый Самый-самый-самый Пусть на самом деле Гладит его мама Спи, малыш мой милый Самый-самый-самый Пусть чуть снёпло утро, Огив крепкий тёмно, Обрежавшись к маме, Её ладь и тёплой, Пусть возьмём, попробуем, Стар и боль достанут, Пусть тот больный гордый Тиран не достанут. Пусть возьмём, попробуем, Стар и боль достанут, Пусть тот больный гордый Тиран не достанут. Молоденький теплёнок с голыми глазами Смотрит он будет в гостях И во сне теплёнок гладит лапой мама Спи, малыш мой милый, самый-самый-самый Спи, малыш мой папа, гладит лапой мама Спи, малыш мой милый, самый-самый-самый Спи, малыш мой милый, самый-самый-самый Спи, малыш мой милый, самый-самый-самый Так, ну хорошо, давай сейчас заберем, что-то получилось, что-то не получилось, да? Во-первых, не везде чисто мы пили, да? Согласно, не везде эти нотки достал. Потом, ну, мы с нами тут подталкиваем вас, мы тут совершенно здесь не нужно. Вот. Что там со словами у нас? Позабывай, да, плюс слова, да? Теперь, значит, смотри, вот что касается образа эмоциональности. Во-первых, надо все время куда смотреть? Зрителям, да? Да, ты куда-то вот в окно смотришь, да, в сторону. Уже это зрительское, что мне неинтересно, да? То есть ты должна именно зрителю это, да, доказать, как вот тигренку скучно, да? Поэтому, почему мы в зеркало работаем? Вот, чтобы вы видели, да, вот. Смотрим туда, правильно? Хорошо, положим пока тигренка. У нас не хочется, как все. Так. Первые два куплета у нас достаточно такое грустное, жалобное, да? Да. Настрогение. Что происходит в третьем куплете? Отпустите. Люди просят, да? Поэтому мы добавили вот это движение, да, отпустите людей. Вот здесь мы должны к зрителям обратиться, да? Отпустите людей. Здесь идет модуляция, модуляция. Накал такой, как бы, эмоции должны как бы здесь больше присутствовать, да? Вот мне хотелось бы здесь, чтобы ты это тоже, вот, не просто там шагнула вперед, чтобы ты это вот и в голосе выразила. Здесь уже динамика у нас повышается. Если там мы на пиано пели, да, то здесь мы уже поем, имеется, форте где-то достаточно громко, да? Какой самый куплет у нас такой яркий? Четвертый. Четвертый, да? Значит, что ты там? Пусть из него, то есть ты как бы ему желаешь что-то хорошее, да, да, пусть он гордый, да? Вот это вообще у тебя не получилось. Вот он вообще у тебя получится провал. Вот именно на этом куплете. Вот ты вроде пошли-шли, а никуда не пришли. То есть здесь как бы кульминация, да? Вот. Но потом что? Последний куплет, что происходит? Ну, опять возра, да, вначале, надо сказать, вначальный образ, вначальное настроение. Почему? Ну, потому что, очевидно, наверное, тигренок в зоопарке. Там, наверное, в зоопарке. Ну, как сидел, иногда сидел, да. Вот мы это добиваем грустно, да, и что ты можешь? Только целую любовь, только можешь отдалить тигренку, подойти и попать, да? Ну что, давай мы сейчас попробуем все вот эти свои ошибки исправить, поработать над этим. Еще раз исполнить. Ты запомнила? Да. Слова не забываем, да? Потом, соблюдая вот эти вот, тут маленький действительно мини-спектакль. Вроде бы песенка такая детская, но в каждом, как бы, куплетике идет свое настроение, своя нотка, да? Хорошо? Давай, охлади. Можешь сейчас осторожнее. Можешь сейчас уже не выходить просто. Уже стой, да? Уже все поняли. С выходом. Почище постараться без словами забывать. Не толкайся. Песня напевная, правильно? Да? Поэтому вот эти толчки здесь совершенно неуместны. Все. Все. Ты настраиваешься, смотришь. Вот, зрители, да. Ты должна их убедиться. Нет. Ну а в хилле, да? С мальцем кровно с теплыми глазами! С теплыми вдома оттам, ты грусти на маме. Складает не смышленной локаловые дари. Чтоб не попрощаться с мамой и дамой. Одна у нас в плете, взрослый и ребенок, Где даже без мамы думает тигренок. И во сне тигренка платит бабой мама, Спи, малыш мой милый, самый-самый-самый. Отпустите, люди, в лесу пустит крошку, Стану кетку к маме верную дорожку, Пусть на самом деле вазит его мама, Спи, малыш мой милый, самый-самый-самый. Пусть на самом деле вазит его мама, Спи, малыш мой милый, самый-самый-самый. Только сначала добиваем, потом выбираем в тракон и подводим делать движение. Так. Вот сейчас надо самой яркой спеть, утвердительной, желающей. Пусть мы сняли под утро, он не в плетке темной, Обрежавшись с нами, к ней он очень темной. Пусть мы сняли под утро, он не в плетке темной. Пусть мы сняли под утро, он не в плетке темной. Пусть мы сняли под утро, он не в плетке темной. Пусть мы сняли под утро, он не в плетке темной. Пусть мы сняли под утро, он не в плетке темной. но вот сейчас в отношении эмоций мне это по раз больше не все еще получается из-за меня нечисто пою что-то у нас происходит это надо еще будет поработать значит надо дома поработать на чистоту и тонации вот сейчас ты кстати лучше пела ты не толкалась сейчас распевала были конечно еще какие-то погрешности мы еще доработаем правильно так как радостная песня улыбчивая то есть совершенно противоположное настроение все вот все поменялось кардинально ну здесь эта песня в плане эмоций полегче потому что там присутствует только одно настроение вот веселая радостная улыбчивая то есть там с 3 куплета поются как приблизительно в одной динамике достаточно ярко ну давай попробуем песенка такая у нас ритмичная да здесь можно что добавить какие-то это даже движение да попробуем зрителя и гуляли не однажды полису гуляла давай ну а можно всё ну во-во, я Однажды в поле слуху я, веселый добрый дно. Убед на наших забирал, и пел о том, о сём. Он пел о том, что поутру, кушинка веселая. Убывайся, да не убывайся. Светенка у многих, ой, чихай, кула, ла-ла, ла-ла. Ой, чихай, кула, ла-ла, ла-ла. Ой, чихай, кула. У суй, шатый, цык, и возник, кушай, ку-ка-кут. Ему решила подбегать, ку-ку-ку-ку-ку-ку. Проводцы и дядя застучат по дереву, ку-ку-ку. И веселку веселую забейли все вокруг. Ку-ку-ку, ку-ку-ку, забейли все вокруг. Ку-ку-ку, ку-ку, забейли все вокруг. Ку-ку-ку, ку-ку-ку. Про небо и про радугу, здоров и красоту. О том, что в сказочном лесу живет веселый дно. Улыбчивую песенку. Забыла, да? так лады не перестроилась мне не понравилось как ты спела ты где-то так третьему куплю чуть-чуть проснулась улыбчивая песен так что значит тоже должна выйти все потом на нашем маске которую мы надели и от начала до конца потом все это по свободнее там местами тоже было не совсем чисто потом знаешь вот эти места не понравилось аккуратно положите не аккуратно концы были еще раз попробуем смотри и это песня у нас что ритмичная там делают мы добавляем движение немножечко можно делать поярче понять потом у нас идет проигрыш который вот так вот и заводит потанцевать обязательно нужно да потанцевать и потом что восстановить дыхание да потому что у тебя впереди третий куплет да а можно еще не очень весело было не очень хотелось улыбаться и как-то стегленку еще не перестроилась давай или ты расстроилась давай попробуем попробуем сейчас еще исправить все получше сразу чтобы все захотелось два два все два все два все вот ну все вот вот И делал о том, о чем, он делал о том, что по утрам пушинка расцвела, и песенка у дворика пульчевая была, ла-ла, ла-ла, пульчевая была, ла-ла, пульчевая была. Услышал песен климатик, пуш-потух-потух, ему решила, ку-ку-ку-ку-ку-ку, проводит песен, застуча по дереву, туп-туп, и песенку веселую затреть все вокруг. Туп-туп, туп-туп, затреть все вокруг. Туп-туп, туп-туп, затреть все вокруг. Туп-туп, туп-туп, затреть все вокруг. Туп-туп, отрыв, туп. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за внимание!